Многие спрашивают по поводу окраса новорожденного эблефарчика. Товарищ теперь борзый, да, он тут уже освоился, охраняет территорию. Сейчас пугать начал, глянь, глянь, где-то задышал учащенно. Сейчас, скажи, сейчас. Ух, я страшный большой динозавр. Я сейчас, скажи, тебе полпальца откушу. Ух, ух, пугает, пугает меня. Да, конечно, я боюсь, кто сомневается. Да, меня, ну да, вы пугали, и тебя тем более боюсь вообще. Пипец, пипец, ух, динозавр. Короче, это окрас новорожденного ребенка. По мере взросления, это вместо черных полосок будут точечки. И, кстати, точки могут появиться и на пробелинах на этих, так что будет еще меняться. В случае, что то у нас растет ребенок горохи, как вот эта кроха, то окрас в итоге станет вот такой. То есть черные полосы уходят полностью на белых полосках, тоже кружочки проступают. Тут он даже большой круглой пятнышкой. Пупырки вот такие, да. То есть, в принципе, окрас начинает меняться четко, проступать к 3-4 месяцам. Уже более-менее видно. Ну и дальше по мере роста. Идеально уже все видно где-то в годик, не раньше. Так вот бывает у них. Так положено. Этот ребенок Мартии Бананы тоже родился таким же точно. Желто-полосато-черным. Все нормально. И видите, каким стал с возрастом. От полосок, если присмотреться, вот есть немножко такие более темные. Видите? Если на свет вот так вот его шевелить, есть пространство. Но они уходят полностью. Да, ребенок растет и меняется. Это нормально для Эл Блифора. И просто это такая красота. Угу.